Сколько бы ни было предметов в школе, самым первым источником знаний, живым примером является для ребёнка сам учитель. Его личность, поведение, увлечённость своей профессией, умение спуститься с высоты своего опыта и как добрый друг пройти с учеником путь познания – это то, что словно ключ открывает многие двери и самое главное – детскую душу. Учитель, он показывает детям доброту, знания, любовь прививает к языку, к правильному языку, это очень важно, и к родине. И он показывает, как нужно учить, как надо обучать, как нужно общаться с людьми. И дети это впитывают как губки, это очень интересно. Придя в школу, молодой учитель как никогда полон идей и энергии, желания отдавать и узнавать. В этот момент очень важно поддержать его, поощрить его старания, селить веру в то, что именно на педагогическом пути он добьётся успеха. А потому ни в коем случае не должен свернуть с него и остаться верным выбранной профессии. Именно для этого и существует Брестский молодёжный форум педагогических идей и решений «Педагогический фест», который вот уже седьмой раз собирает самых талантливых и инициативных представителей системы образования. За семь лет это мероприятие уже стало достаточно статусным. О нём говорят и на него хотят попасть. Задача, которую мы перед собой ставим, конечно же, самое главное – это выявление талантливых молодых педагогов. Но хочу сказать, что все наши молодые педагоги талантливы, талантливы по-своему. А вторая задача – это поддержать молодого педагога. Это наша задача как органов управления образованием – задержать молодого педагога в системе образования. Седьмой Брестский молодёжный форум педагогических идей и решений «Педагогический фест», именно так он называется, посвящён Году исторической памяти. Организаторы нашего форума – это Брестская городская организация профсоюза работников образования науки и органы управления образованием города Бреста. Какие же мы цели преследуем при организации нашего форума? Первое – для того, чтобы наши молодые педагоги получили определённый опыт. И именно наш форум является коммуникационной площадкой. Здесь молодые педагоги могут общаться, могут знакомиться. И это старт для их дальнейшей деятельности. Или деятельности в каких-то профессиональных педагогических сообществах, или в деятельности первичной профсоюзной организации, в целом городской организации нашей Брестской. Поэтому им здесь интересно. И программа нашего форума очень разнообразная и насыщенная. Форум разделили на несколько тематических блоков. После торжественного открытия прошло пленарное заседание, где в качестве успешного примера самореализации на педагогическом поприще выступили опытные коллеги-профессионалы. Но самым ярким и долгожданным стал конкурс «Молодой педагог. Продвинутый уровень». 22 молодых учителя со стажем работы в системе образования не более двух лет представили свои наработки, методы и приёмы, которые они уже применяют на практике. Мы находимся на пограничье вот этого возраста, когда одни и те же учащиеся были с нами и в школе, и которые, скажем так, уже сидят за партой, когда мы их обучаем. И по этой причине формируется уже определённый свежий взгляд на то, как бы их научить весьма трудным школьным дисциплинам, коим, например, является химия, которую я имею честь преподавать. И в этой связи тоже есть определённые идеи, которые хочется сегодня и обсудить, скажем так, и вынести на обсуждение с другими моими коллегами. Каждый раз участник привносит что-то новое, интересное, креативное. После чего креативных молодых педагогов, финалистов мы приглашаем в молодёжный совет. В состав молодёжного совета входят креативные, талантливые педагоги, в которых очень много идей, предложений для дальнейшего развития нашего совета, которые приносят идеи для различных конкурсов, фестивалей, которые мы предлагаем Брестской городской организации, чтобы проводить с Ленинским, Московским районом города Бреста. Как отмечают организаторы форума, для каждого, кто однажды стал его участником, этот опыт не проходит бесследно. Молодые педагоги не только остаются в профессии, занимаются общественной деятельностью, но движутся вверх по карьерной лестнице. А значит, педагогический фест – успешный проект для самореализации, который открывает новые имена и в следующем году ждёт своих новых героев. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.